Приветствую вас, Свекровь. Прочитал ваш вопрос, давайте мы с вами разберемся, с чем сегодня писать. Значит, во-первых, я могу ошибаться, но ваш сын, это человек, который не особо был близок с отцом. Если ваш сын был не особо близок с отцом, то, соответственно, основной фигурой родительской для него стали вы. Если основной фигурой родительской для него стали вы, то речь идет о том, что то, как вы воспринимали своего сына, как вы с нему относились, и то, какое у вас было взаимодействие, определяет его текущее поведение. Исходя из того, что вы описываете, исходя из того, что я прочитал, прочитал я одно сообщение, ваше самое первое, под номером 0, вот, я полагаю, что вы, с одной стороны, достаточно опекающий родитель, а с другой стороны, весьма строгий. Ну, строгий не в том смысле, что вы что-то запряжаете, а строгий в том плане, что строгость, она такая, она больше у вас на глубине, строгость у вас больше на глубине, она больше, скорее, чувствуется, чем вы ее открыто проявляете. Соответственно, ваш сын, это человек, который растет и растет, до сих пор растет, развивается, без наличия серьезной мужской фигуры. То есть это, по сути, ведомый человек, ведомый от женщины. И сейчас, по сути, его жена заменила ему вас, даже если раньше он следовал давали в том или ином случае, то сейчас он следует за своей женой. И жена на интуитивном уровне, понимая, что ее муж, а ваш сын за ней следует, она видит вас с конкурентом. Потому что, по сути, два таких, два сильных человека, две сильные личности, вы и его жена, делят, по сути, сына, которые, в общем-то, склонен к подчинению, да? То он, значит, к вам приезжает, что-то сделает для вас, то, значит, приезжает, то, значит, делает то, что хочет его жена. Потому что, ну, потому что жена устраивает ему скандалы. Если жена устраивает ему скандалы за то, что он делает, значит, человек, как бы, ну, не простроил личные границы. А если человек не простроил личные границы, значит, у вас с ним этих самых личных границ нет. Вот. И разрешите мне не поверить тому, что вы не лезете к ним, то есть, да, 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 физически вы не лезете к ним. С этим я не спорю. Я не говорю, что вы обманываете. Вы правду говорите. Но. Есть одно но, и оно заключается вот в чём. Дело не в том, что вы делаете физически, а дело в том, какие посылы вы посылаете своему сыну, да? И какой посыл посылаете, собственно, его жене. Вот. То есть, если вы внутренне сильный человек, а вы откровенно не слабы, потому что вы много работаете. Вот. Что жене и сыне легко почувствовать, как от вас передается эта самая сила. И она отвечает на эту самую силу силой. То есть, она видит вашу конкурента. Вот. Соответственно, как бы, конкуренты пытаются, ну, всегда устранить, что она, собственно говоря, и делает. Вот. Значит, что вам в первую очередь необходимо для себя понять? Что вам необходимо для себя понять, и что вам необходимо принять? Во-первых. Необходимо определить, чего вы хотите для сына, а чего вы хотите для себя в целом. Это первое. Чего вы хотите для себя, чего вы хотите для сына. Потому что, когда вы говорите, что я хочу их обнять, я хочу, чтобы они приехали в гости, я хочу читать внукам сказки, это история про то, чего хотите вы. А ответственность за свои желания несете только вы. Другие люди за них ответственность не несут. И ваша ориентированность на внуков, а именно на других людей, на сына, на внуков, вызывает ряд вопросов. Потому что нельзя ориентироваться только на людей. Нужно ориентироваться на ценности, на какие-то ориентиры в жизни, которые вас направляют по этой самой жизни. Вот, и четко для себя определить и понять, почему я хочу их увидеть, почему я хочу их обнять, почему я этого хочу, что скрывается за этим моим желанием. Страхи, может быть, может быть, страха вас, одиночества, страха, там, не знаю, чего-то еще, может быть, желание быть значимым, опять же, какие-то еще другие моменты. Потому что они могут не хотеть пускать вас в свою семью, и это их право. Они могут не пускать вас в свою семью, могут не хотеть пускать вас в свою семью. Просто так. Вот просто потому что, ну, вот так решили. Понимаете? И, конечно, то, о чем вы пишете, не является сепарацией, потому что сепарация это все-таки немножко другое, и самостоятельность это немножко другое. Ну, я сомневаюсь, что ваш сын, во-первых, самостоятельный человек, потому что, ну, причины я уже назвал. Вот. И я также сомневаюсь в том, что самостоятельные люди будут вести себя так, то есть полностью закрывать любые контакты взаимодействия. Потому что самостоятельные люди, они не боятся контактов, они имеют четко установленные границы. Вот. Поэтому я боюсь, что ни у вас, ни у вашего сына, ни у его жены личных границ нет, и я не думаю, что кто-то из вас троих является по-настоящему самостоятельной личностью. Вот. Психологическое, конечно, это слово. Нет, материально. Понятно, что вы себя обеспечиваете, понятно, что вы сами зарабатываете себе на жизнь, чтобы вы вырастили сына. Вот. Я немножко говорю про другое. Говоря о самостоятельности, я имею в виду о самодостаточности, о наличии личных границ и личной ответственности у каждого из вас. С этим, мне кажется, есть серьезная проблема. Вот. Вы говорите, как это исправить. На самом деле, никак. Потому что, видите ли, есть проблема. Дело в том, что, чтобы что-то исправить, нужно, чтобы это что-то сломалось. А это что-то не сломалось. Оно не ломалось вообще. И просто вот вам необходимо просто демонстрировать, демонстрировать сыну и невестке, что вы просто хотите общаться, что вы ни на что не претендуете. Потому что, очевидно, что опыт его жены, он такой, что родители вмешиваются в жизни детей. И мне кажется, что сын ваш, он тоже рассказал про вас далеко не лучшие вещи, раз невеста так себя ведет. Вот. То есть, мне кажется, что основная претензия невесты к вашему сыну заключается в двойных стандартах. Мол, типа, как дедах, ты говорил, что мама твоя вот такая-такая, а сам к ней едешь, как бы, сам что-то делать. Потому что, если бы сын изначально поставил бы себя так, что мама зовет, он что-то сделает, я делаю, то невеста вас приняла бы спокойно. Ну и очевидно, что она точно не уверена в себе, раз ведет себя так. При том, что она уверена в себе, не отменяет силы личности, силы характера личной личности. Вот. Хоть это и не идет, в данном случае, на пользу. Вот. Поэтому, максимально комфортное общение для вас и для сына с его невестой. Максимально комфортное общение, максимально ненавязчивое общение, чтобы вот сын и невеста видели, что вы не пытаетесь что-то от них требовать, не пытаетесь ничего навязывать. Просто общение, просто делитесь какими-то вещами, какими-то вещами. Можно даже вот, если есть, групповой чат, то есть какой-нибудь вот групповой чат, где вы бы выпили все втроем, где вы бы рассказывали что-то, что в вашей жизни пришло. Что-то интересное, что могло бы быть интересно им. Вот. И если вы будете говорить это на понятном языке для них, то есть, ну, принимая во внимание их особенности, то у вас получится наладить контакт. Ровно такой, на какой они способны. Но для этого требуется, для этого требуется первое время, второе – терпение, третье – это понимание того, чем делиться, что может быть интересно более-менее сыну и его невесте. Вот. И, соответственно, делиться тем, что интересно и вам, и им. И это не работа, понимаете. Это не интерес к ним. Это не приглашение в гости. Это именно дистанционное общение на темы, которые интересны вам, вам троим. Сможете? Если да, у вас все получится. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что сына вы не потеряете, потому что он вам не принадлежит. Вот. А если вы считаете, что он вам принадлежит на глубине души зоны, с такого рода восприятием сына, я бы рекомендовал бы поработать. Потому что оно, кроме негатива, вам ничего не принесет. Я желаю всего самого доброго вам, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Удачи! Удачи!